ВК это место, где мы встречаем новых друзей, а родные и близкие встречают с улыбкой наш звонок. Здесь можно встретить рассвет за просмотром видео и восходящие тренды в ВК-клипах. Своего любимого музыканта ты тоже встретишь здесь. А если повезет, и любимого человека. Будем вместе. Место встречи ВК. Друзья, здравствуйте. Это вторая часть выпуска про историю Рима. В прошлый раз мы остановились на том, что пришел Цезарь. На самом деле, Цезаря назначили понтификом в 1963 году. Про Цезаря я сейчас делаю отдельный выпуск. Забегая вперед про царицу Клеопатру, я тоже делаю отдельный выпуск. И вы сможете историю этих двух героев в более расширенном варианте посмотреть. Сегодня про Цезаря будет менее подробно, скажем так. Но главное, что происходит, это происходит крушение республиканского строя. И, конечно, это крушение связывают прежде всего с именем Цезаря. Цезарь в историографии великий полководец, потрясающий оратор, блестящий политик и представитель партии Пополанов. То есть человек, который, в общем, опирался на широкие народные массы, на массу плебса, на массу солдат и так далее и тому подобное. Ну, конечно, Цезарь сам, что называется, был не из подворотни. Он был вполне себе из знатной семьи. Тетка его была замужем за Огаем Марием, о котором я говорил вам в прошлом выпуске. И, в общем, Цезарь начал свое восхождение по политической лестнице, как восходила по ней любая римская молодая элита. Сначала он получил должность квестера в Дальней Испании. Там он себя показал очень хорошим, ответственным менеджером по финансо-экономической части. Потом он получил магистрат Рима и впоследствии он стал магистром Рима, который отвечал за стройки. И, в частности, на этой позиции он устроил широкие народные гуляния за свой счет. И они ему стоили, в общем, того, что Цезарь влез в долги. Долги-то он эти отбил двумя способами. Но сначала его похлопотали и отправили в Дальнюю Испанию. Он стал управлять Дальней Испанией. А долги его выкупил богатейший человек того времени. Это Красс, которого мы с вами знаем, как человека, который разгромил восстание Спартака. В 60-м году до н.э. Цезарь получает консульское кресло. Он становится консулом. И вот в этот период образовывается такое хитрое политическое объединение. Такая хитрая политическая комбинация, которая называется Триумверат. То есть союз трех мужей. Кто эти мужья? Первый это Помпей. Помпей великий, попрошу заметить. Цезарь еще никакой не великий. А Помпеи уже титулуют великим за победы в Митридатовой войне и за всю Восточную кампанию. Второй человек это Красс, победитель Спартака и самый богатый человек Рима. И вот эти люди начинают спорить за консульские кресла. Сенат им противится, потому что он этих ребят помнит по диктатуре Суллы. И он понимает, что ничего хорошего усиление этих двух парней Римской Республики не сулит. Когда мы говорим о Римской Республике, это не значит, что сенаторы сидели и думали, да, эти ребята превратят Римскую Республику в империю. Ну, конечно же нет. Просто сидят 300 или там сколько же, 500 человек сенаторов было в тот момент. Зачем нам сильные личности? Мы сейчас единолично управляем всем этим государством. Будут какие-то ребята, которые объявятся диктатором, потом сконцентрируют всю власть в своих руках, а мы будем здесь в декоративной какой-то институции. Ровно так думал сенат. Конечно, в нем были благородные мужья, которые считали, что республика для Рима хорошо, а диктатура и уж тем более царская власть для Рима никуда не годится. Но, давайте подчеркнем это жирным, Рим не мог больше управляться как большое городское поселение. Даже как республика небольшая он не мог управляться. Это была уже огромная по территории империи. Нужны были совершенно другие механизмы управления этой территорией. Но, тем не менее, Помпея и Красов консулу допускать сенат не хотел. И тогда эти два досточтимых джентльмена объединились с Цезарем и сказали, как я думаю, примерно следующее. Дорогой Гай Юлий, мы тебя сейчас двинем на консульское кресло, обеспечим тебе голосование и дадим тебе хорошую провинцию, где ты будешь свои консульские полномочия воплощать в жизнь. А ты взамен этого, как консул, будешь поддерживать наше решение. Вот так обычно строится политический альянс. И политический альянс построился. Вот это первый триумвират. Цезаря избирают консулом. Помпея и Красову поддерживают. И, собственно говоря, после того, как Цезарь на своем посту пробыл положенный ему год, его отправили в Галлию. Галлия – это территория нынешней Франции. И Цезарь там себя показал суперуспешно. Он подавливает восстание. Он расширяет территорию Рима в Галлии. Он основывает, в общем, город-герой Париж, можно сказать. Потому что Люкеция – это первый кусок земли, его освоили римляне при Цезаре. Цезарь отправлен в Галлию в титуле проконсула. А Помпей готовится к перевороту в Риме. И об этом все знают. Единственная сдерживающая сила – это Крас, третий человек из этого триумвирата. Но Крас начинает руководить войсками в войне с Парфянским царством и погибает. И вот их осталось двое. Цезарь и Помпей. Помпей – самый влиятельный человек в Риме. У него есть деньги, у него есть связи. В принципе, уже какую-то часть Сената он перетянул на свою сторону. Цезарь суперпопулярный. То есть, он не такой влиятельный, но он суперпопулярный. Его поддерживают войска. Он только что разгромил Галлов. Он показался, как блестящий полководец. Он показался, как блестящий оратор, да и как управленец неплохой тоже показал. И вот это противостояние. С чего оно вырастает? Вырастает оно из политических интриг. Цезарь в ранге проконсула должен был свою позицию оставить 1 марта 49 года до н.э. распустить войска и вернуться в Рим, чтобы получить какую-то другую должность. А он хотел должность консула. Ему ее обещали и сказали, вот вы, уважаемый Цезарь, вы распускаете войска в марте, да, приезжаете в Рим, а через год, в январе, мы вас выбираем консулом. И Цезарь наотрез отказался. Ну, либо вы мне гарантируете консульское кресло сейчас, либо до свидания. Тогда народные трибуны предлагают Соломоново решение. Давайте так, сейчас вот у нас консул Помпей, он складывает свои полномочия. И Цезарь свои полномочия тоже складывает и распускает войско. И мы таким образом сводим их игру в ничью. Помпей от этого отказывается. И у Цезаря решение, которое, собственно, нужно принять. Если он приходит из провинции, из Галлии, на территорию Италии с войском, он военный преступник. Потому что войск он должен по закону распустить на границе. И вот это знаменитое выражение «Жребий брошен, Рубикон перейден», река Рубикон, которую войска Цезаря переходят, таким образом он показал, что он Риму больше повиноваться не будет. Друзья мои, сейчас будет суперкрутая новость для тех, кто ценит сервис, качество работы и красоту. Тинькофф выпустил стальную премиум-карту в очень крутом дизайне. Не карта, а настоящий шедевр. Но главное ее преимущество – это, конечно, возможности. С картой Тинькофф Блэк Премиум вы сможете каждый месяц получать кэшбэк до 60 тысяч рублей за все ваши покупки и посещения ресторанов. И получите ряд привилегий в банке, дома и в поездках. Вам будут открыты двери в бизнес-залах аэропортов России и за рубежом. Для вас и ваших близких будет действовать расширенная страховка путешественников, включающая стоматологию и активный спорт. Что касается перевода в денег, то они бесплатные и без комиссий. И еще большой плюс карты Тинькофф Блэк Премиум – это расширенные лимиты для снятия наличных в России и за рубежом. А для инвесторов приятным бонусом станет премиальный уровень обслуживания в Тинькофф Инвестициях. И это только часть привилегий, поверьте, их гораздо больше, чем вы думаете. Со всеми подробностями вы сможете ознакомиться по ссылочке в описании, а также оформить себе карту Тинькофф Блэк Премиум. А если вы уже клиент Тинькофф, премиальный сервис можно подключить прямо в мобильном приложении на текущую карту. Переходите по ссылке. Вот Цезарь с легионами. Причем это интересно. Кто-то пишет, что с одним легионом, кто-то с восьмию легионами. Ну давайте так. Цезарь с армии перешел Рубикон и двинулся на Рим. Помпей, который был, в общем, готов к этой войне, понимает, что как полководец, вероятно, Цезарь сильнее. Но, скорее всего, он понимает, что народ внутри Рима и войска, они, в общем, за Цезаря. И Помпей из Рима убегает. Убегает и начинает формировать армию. Цезарь заходит в Рим. И дальше начинается гражданская война. То есть две вещи, которые Рим всю жизнь боялся. Это пришествие нового царя и гражданская война. И вот началась самая жесточайшая гражданская война. Верные Помпею войска блокируются в Испании. В августе 48-го при Форселе Цезарь громит армию Помпея. И Помпей бежит в Египет, чтобы укрыться там среди пирамид. И, в общем, избежать просто гибели. Там дело у него не задается. Помпея убивают. Потому что египтяне тоже понимали, что вот есть царица Клеопатра. Женщина не только красивая, но и, судя по всему, очень хорошие государственные деятели на тот момент. Она поняла, что сейчас она Помпею укроет. Цезарь в любом случае придет с войсками. И убьет не только Помпею, но и, в общем, пожжет все египетское царство. И Помпею убивают, и голову его присылают в Рим. Цезарь приезжает в Египет, добивает там остатки армии Помпея. И у Цезаря случается роман с Клеопатрой. Когда он уезжает, через 9 месяцев она рожает. Она рожает ребенка, который считается, все понимают, что это сын Цезаря. И впоследствии она его предъявит как одного из наследников. Но это уже ничего не решит, это другая история. В общем, после всех этих шашней с Клеопатрой, Цезарь приезжает в Рим, и он в триумфе. Народ его поддерживает. Сенат забился в угол, потому что они понимают, что настолько сильна позиция Цезаря, его настолько все любят и уважают, что ничего с ним сделать невозможно. Он носит пурпурную тогу. Его называют императором. Почему есть ошибочное мнение, что первый император Римской империи это Цезарь? Это не так. Император это полководческий титул. Суперуспешного полководца награждали титулом император, покоритель чужих войск. Вторая история диктатор. Про диктатора я вам объяснил. Это тоже должность, которая была введена в Риме на случай чрезвычайных обстоятельств. Цезарь говорит, что вы мне даете должность диктатора на 10 лет, то есть навсегда. И, конечно, в Сенат уступает его давлению, и ему дают должность диктатора на 10 лет. Дальше в 45-м году в Испании еще остаются войска Помпея, и чтобы уже довершить эту гражданскую войну, Цезарь громит их там. И возвращается в Рим. И вот, собственно, здесь бы ему править, и он был бы выдающимся государственным деятелем, судя по всему. Но Сенат понимает, что дело движется к единоличной власти. Пост диктатора мы его уже ему отдали, армия под его контролем, и возникает заговор. И 15 марта 44-го года до нашей эры Цезарь просыпается, и жена ему говорит, не надо ходить сегодня выступать в Сенат. А он собирался выступить в Сенате перед тем, как уехать в Парфянский поход, чтобы добить Парфянское царство. И жена ему говорит, не ходи. И он, естественно, презрел это все, пошел и, соответственно, получил много ударов мечом и кинжалами, и погиб. И дальше начинается самое интересное. Сенаторы поддержали заговорщиков, судя по всему, и подумали, что все как прежде, сейчас мы консулов новых выберем и заживем, как обычно. А начинается время восстания, в котором участвуют солдаты, простой народ, верхушка плебса, и вообще совершенно разные сословия, которые поддерживают Цезаря. И, собственно, убийцам Цезаря, Бруту и компании, им приходится из Рима бежать, потому что их просто растерзали бы сейчас. И дальше начинается дележка наследства Цезаря. И вот об этом стоит сказать отдельно. Ну, с одной стороны, в плане государственных реформ, Цезарь ничего не успел явить, его слишком быстро убили. В мировую историю он остался выдающимся политиком, выдающимся полководцем, выдающимся оратором. Человек, собственно, вот русское название «царь» и германское название «кайзер». Это все от имени Цезарь, потому что все римские императоры потом будут прибавлять слово «Цезарь» как составляющую своего титула. Месяц июль, который мы знаем, откуда он получился, Гай Юлий, да. Июль, римский месяц переименовали, стали называть его «Июлем». И салат Цезарь не имеет никакого отношения, сразу забегая вперед, потому что когда в гугл заходишь, набиваешь «Цезарь», вылезает салат. Это совершенно другая история. В других каких-то форматах об этом поговорим. Мы сейчас говорим о событиях, которые больше двух тысяч лет назад происходили. Представляете, какого монолита была фигура, что ее слава пронесена через две тысячи лет. И, в общем, Цезарь остался в истории как человек, волей которого вот эти армии устремились и стали вершителем его политической воли, вершителем его политической судьбы. Но с точки зрения государства и последующей истории Римской империи он показал, что вот раньше были патриции, вот раньше были плебеи, потом появился нобилитет, партия оптиматов и пополанов. Все это хорошо. Но если у тебя нет армии, которая тебя боготворит и которая подчиняется, которая исполняет твои приказы, а не приказы какого-то там консула, без этого ничего Рим не стоит. И Цезарь это явил. И дальше началась борьба за наследство. В моем понимании, Сенат, который, часть Сената, во всяком случае, который поддерживал заговорщиков, она думала, что сейчас с устранением ферзя, шахматной доски, они все дело обтяпают и выберут консула, в которых надо. Но получилось так, как получилось. Восстание в Риме и вот два наследника. Первый наследник это Марк Антоний. Красавец, потрясающий полководец, сподвижник Цезаря. Он, помимо того, что сподвижник Цезаря, у него вся государственная казна еще сейчас, потому что Цезаря вот убили, а деньги контролирует Марк Антоний. И вторая история, это завещание. Все знали, что есть у Цезаря завещание, но не знали, кто там фигурирует. И когда его открыли, там увидели фамилию Октавиана. Это человек, которого Цезарь усыновил. Вот они, два кандидата. И дальше Сенат опять начинает играть свою игру, потому что Марк Антоний, он старше, он опытнее, и все мы его знаем, он хороший парень. Он же сейчас опять будет вот это все делать. А Октавиан, ну какой-то молодой пацан, ну да, что Цезарь ему написал завещание. Дайте поддержим Октавиана. А тут еще Брут недобитый, который убил Цезаря, он убежал. Сейчас такая заварушка будет, и Сенат решил там поиграть в этой политической конструкции. Вот она живая, вот он, риэлполитик, то, что мы называем. Сенат начинает поддерживать Октавиана. Что вы же завещание, естественно, вы наследник Цезаря, вы сейчас будете консулом, все хорошо. Вы, конечно, слишком молоды для консула, но мы там как-то, значит, подхимичим. Но главное побороть Марка Антония. И они спровоцировали эту историю, потому что Октавиан приехал в Рим, объявил Марка Антония отступником, предателем интересов Цезаря и врагом государства. И когда Октавиан это сказал, он ожидал, что как бы все скажут, ну да, ты наследник Цезаря, мы тебе верим. Но солдаты, офицеры, которые с Цезарем воевали, для них Марк Антоний тоже был бро. Он вместе с ними по ходу ходил, они сказали, нет, мы совершенно не поддерживаем это, зачем нам это нужно. И Октавиан начинает, что называется, переобуваться. Он идет за поддержкой к Сенату, и Сенат считает, что нужно, конечно, продолжать войну. И дальше Октавиан показывает себя как гениальный политик. Он приезжает к Марку Антонию и говорит, слушайте, ну вы с моим отцом названным воевали, меня тут Сенат что-то смутил, я с глупостей не говорил, поэтому мы давайте будем вместе. И для Сената это вообще совершенно ужасающее явление. И Марк Антоний объединяется с Октавианом, и они начинают по всей стране отлавливать убийц Цезаря и их союзников. Начинается резня, они всех по очереди, практически всех убивают, и в общем зачищают политическую поляну. И дальше к ним присоединяется третий военачальник Цезаря, которого зовут Липит. И вот эти трое мужей образуют второй триумвират. И говорят, ну Сенат это, понятно, коррумпированные диды-смутьяны, они нас в гражданскую войну всех толкают, давайте будем править втроем. И империя делится на три части. Липит получает Северную Африку, Октавиан получает Италию и Западные земли, и Марк Антоний получает Восток. И, собственно, вот так они существуют пять лет. За эти пять лет получаются три центра в римском государстве. За эти три года отлавливают более-менее всех убийц Цезаря, всех казнят, всех их приспешников подвергают репрессиям в разных концах страны. Триумвират продлевается, и в 1936 году происходит первая трещина. Понятно, что они втроем не могли править страну, это нонсенс, чтобы было 33 правителя государства, это вообще невозможно никогда. Первая трещина. Их совместные войска, войска Октавиана и войска Липида высаживаются на Сицилии, чтобы добить последних мятежников. И они битву эту проигрывают. Если бы неверный соратник Октавиана, полководец Агриппа, ничего бы не получилось, и вообще бы они сражение до конца проиграли. Но он ход сражения переломил, и в общем, с последними бунтовщиками, с последними людьми, которые поддерживали Бруто и компанию, с ними расправились. Но, воспользовавшись этой ситуацией, Липида от власти отстранились. Скажут, что Триумвират, конечно, ну я не знаю, как у них это было оформлено. В общем, после этого Липид из Триумвирата пропадает. И вот их осталось двое. Октавиан и Марк Антоний. Что делает Марк Антоний? Марк Антоний, получив восток, начинает там обустраиваться, набирает армию. И совершает, в общем, ну не то что ошибку, а идет по стопам своего наставника Цезаря. Приезжает в Египет. Кого он видит в Египте? Он видит, конечно, Клеопатру. Теряет дар речи, как и все мужчины того времени. Влюбляется без памяти. И начинает с ней жить. Хотя он до этого был женат на сестре Октавиана. Все об этом знают. И в Рим это все приходит в виде слухов. Ну ладно, живет он с Клеопатрой. Как бы это никого не волнует. Но он начинает наши римские земли давать ее братьям, сыновьям. Это вообще почему? Контроль зерна. А Египет поставляет зерно. Он весь полностью монополизировал. Что это такое? И есть переписка, когда ему Октавиан пишет, что ну как ты взял, женился на египетской царице. На чужеземке. Ну ты сумасшедший совсем. Что ты делаешь? А Марк Антони ему пишет, слушай, Октавиан, а какая тебе разница, с кем я сплю? Мне же нет разницы о том, с кем ты путаешься. Про твой брак тоже всем известно. И про Октавиана потом это все, естественно, тоже всплывет. Что у тебя есть жена, но каждую ночь у тебя ночуют совершенно другие женщины. Ну я же тебе об этом не пишу. Что ты в мою постель лезешь? Ну понятно, что мужчины повздорили и началась война. Марк Антони объявили врагом государства. И Октавиан собирает флот, собирает армию. И вот в битве у мыса Акций совместный флот египтян и Марк Антони разгромили. Марк Антони увидел, что в середине сражения Клеопатра повернула обратно свои корабли. Бросился на своем флагмане за ней. И потом они оба самоубились. Это очень короткая история. Более широко она будет рассказана в истории Клеопатры. Все. Октавиан полный владетель римских земель. И вот Октавиан победил Марка Антони, Египет стал римской провинцией. И Октавиан триумфатор. Его называют императором, потому что он совершил выдающуюся военную победу. И дальше вот она, верховная власть. Забирай и ешь ее как яблоко. И Октавиан делает тончайший ход, который потом Иван Васильевич Грозный тоже попытается исполнить. Да и на самом деле много кто. Он скажет, вы знаете, я свою миссию выполнил. Гражданской войны в Риме больше нет. Я положил ей конец. Поэтому вы меня отпустите. Я там буду другими важными государственными делами заниматься. И ему предлагается остаться. Сенат его начинает умолять. И тогда с помощью, опять же, Агриппы своего верного соратника, он соглашается, чтобы принять титул принцепса. То есть первого среди равных. Август становится принцепсом. И Сенат ему дает два полномочия. Точнее, не то, что дает. Он уже берет то, что и так в его руках. Армия под полным контролем Октавиана. И второе. Все провинции римские, практически все, под верховной властью Октавиана. Я все время сбиваюсь на Августа. Поэтому забегу вперед. И дальше буду Августом его называть. Потому что Август это божественный. И Сенат, когда он уже в своем лизоблюдстве. И просто не видел никаких границ. Он нарек этим титулом Октавиана. И вот он император Октавиана Августа. То есть Октавиан божественный. И августейшая особа, которым всех королей и царей будут потом называть. Это, собственно говоря, от Августа. И вот Август становится первым императором Римской империи. И дальше начинается череда его правления. Которую по праву считается золотым веком империи. Еще во времена Трояна будет один успешный век. Но это просто не жизнь, а сказка. Когда империя поглотила все, что могла. Когда она все контролировала. Когда власть была настолько четкая. Настолько, в общем, правильная. Настолько мудрая, я хотел бы сказать. Что действительно это золотой век империи. Развивается экономика. Развивается строительство, культура, искусство. Все просто растет, как вот, что называется, трава по весне. Чем же Август важен для нас и для империи? Во внешней политике. Август ввел несколько войн. Сам он ни в одной практически не участвовал. Он единственный раз возглавил войска в Кантабрии. Это нынешние территории Испании. Подавляя там испанские племена восставшие. Но при нем империя вела достаточно успешные войны. Ну, во-первых, завоеван Египет. Египет стал провинцией. Южная Франция завоевана. Подписан очень хороший мир с Парфией. Октавиан Август выстроил очень правильный треугольник в той части своих владений. С Парфянами у него мирное соглашение. А Армения признана зоной влияния Рима. То есть, в Закавказье у него все было хорошо. С германцами была проблема. И германские племена постоянно восставали. Потому что римляне переходили Рейн и пытались их подчинить себя. И германцы не сдавались. И вот важное событие для германской истории. К которому потом историю Гитлера часто очень будут апеллировать. И я краем про нее рассказывал в истории Анненербе. Битва в Тевтобурском лесу. Когда римские легионы были разгромлены германцами. И все, с тех пор германцы были потеряны. За Рейн Римская империя не заходила. И вот устроить эту Рейнскую укрепленную зону. Это была заслуга Октавиана. Он понял, что дальше ходить не надо. Надо укрепиться здесь. При нем были установлены контакты с Индией. Потому что Египет захвачен. Дальше вы понимаете Нил. И вот она дорога в Индию. И началась торговля с Индией. Самое удивительное. Что существовала же еще одна могущественная империя в этот период. Которая с Рим никак не могла сойтись. Это Китай. И с Китаем были установлены дипломатические отношения. Китайское посольство приехало к Октавиану Августу. В Рим она приехала из какой-то другой город. Но факт тот, что в Китае находили римские монеты. Это значит, что была торговля. Были какие-то отношения. Но факт посольства совершенно точно установлен. Октавиан Август провел блестящие военные реформы. Во-первых, все. Армия теперь профессиональная. Это военная машина, которая оплачивает государство. Все снабжают ее единообразно. У всех экипировка одна и та же. И все получают жалования. Ветераны по выходе на пенсию получают землю. А если ветераны были не граждане, то они получают римское гражданство. Что даже важнее земли. Срок службы 16-20 лет. В разных регионах, в разных провинциях он был по-разному. Войска из Италии выведены в основной своей массе. Они теперь расквартированы в провинциях. Что очень важно. Во-первых, если в провинции мятеж, можно будет сразу бросить в бой легионы. Если враг пройдет из-за границ, тоже легионы можно быстро логистически перебросить. Но самое важное. В Италии тебе, как императору, ничего не угрожает. Потому что никто, никакой заговорщик войска против тебя повернуть не может. Но он этим не удовольствовался. И Октавиан Август придумал претарианскую гвардию. Это военные части, которые квартировали в Риме. Которые были подчинены только ему. И вдобавок он еще сделал аналог ФСО. Это президентская охрана. То есть охрана императора. 500 человек, которые из иберов. То есть из испанских племен были набраны. И которые охраняли только императоры. Несмотря ни на что, во время важных сенатских слушаний, Октавиан приходил в сенат только в доспехах и в окружении своих вооруженных друзей. Судьбу Цезаря он очень хорошо помнил. Октавиан установил постоянный морской флот. И это было тоже очень важно. Потому что империя должна была воевать в какой-то момент и на море. Все это, конечно, стоило огромных денег. По свидетельствам современников, 50, а то есть 70% всех налогов и пошлин тратились на армию. Кроме того, Октавиан создал фонд оплаты ветеранам. Это такой фонд, который платил жалования, платил пенсии. И, собственно говоря, на военные нужды что-то из него можно было изъять, ни с кем не согласовываясь. Октавиан очень жестко контролировал провинции. По два, а то и три года он отсутствовал в Риме. И вот это посольство, в частности, индийское посольство, нагнало его в Испании. Потому что со всем двором Октавиан Август уехал в Испанию контролировать провинцию. Вся власть была в провинциях отдана наместникам. Как вы понимаете, наместник, который сидит в Египте или в Испании, он от Рима вообще очень далеко. Он творит беспредел, какой хочет. Он зарабатывает деньги, он занимается коррупцией. Ну, не мне вам рассказывать. Вы все сами понимаете. Это за 2000 лет никуда не делось. Поэтому Октавиан посещает провинции, чтобы карать и наказывать. Августа часто называют отцом европейских городов. Безусловно, это так. Вот все города, которые вы немецкие знаете. Трир, Вормс, Майнс, Мастрих. Это все пограничные пункты, которые должны были держать границу от германских племен. Это военные лагеря, которые основал Октавиан Август. В экономике было все очень хорошо. Море зачищено от пиратов. Внутренняя торговля процветает. Вино, оливковое масло вывозятся из Италии. Деньги хлынули из Рима в новые провинции. Потому что в новых землях там нет еще экономики. Там нет еще ремесел, которые есть в Италии. Там нет таких возможностей, которые в Италии уже есть. Можно приехать и научить этих колонистов вообще, как тут делать экономику. И деньги массово хлынули в провинции. В провинциях стал зарождаться бизнес. Внешняя торговля существовала. Я вам уже сказал. Торговля с Индией. Торговля с Китаем. Ну, конечно, значения на большого не имела. Что важно, это деньги. Рим постоянно испытывал кризис наличных денег. Потому что, ну, понимаете. Одно дело прийти на рынок, купить две моркови, заплатить медный грош. А другое дело, когда ты дом покупаешь. Тебе нужен мешок денег натуральный. Нет же никаких безналичных расчетов. И август начинает чеканить золотую монету. Это очень важно. Потому что, ну, понимаете, золотая монета стоит мешок медных денег. И покупаешь ты дом, даешь три монеты, а не везешь с собой на телеге 120 тысяч миллионов долларов. И, собственно говоря, Октавиан делает блестящую реформу. Потому что, действительно, кризис наличных денег исчезает. Что важно еще про наличные деньги? Мы все знаем, возьмите любую монету. Там либо государственная символика, либо какие-то важные персонали изображены. Это тоже изобретение августа. Он свой профиль чеканить начал на всей монете. И помимо экономики, это очень важно для идеологии. Каждый знает, кто в стране император. Как он выглядит. Помимо того, что вся империя потом будет статуями заставлена. Это мы отдельно об этом поговорим. Ну, вот это очень важно. Понятно, что как пиарщик, как политтехнолог, Октавиан или советники его, они были совершенно гениальны ребята. Учреждается налоговая система новая. Налоги начинают собираться регулярно. Потому что нерегулярность сбора налогов или где-то можно отдать было натуральным продуктом. Вот ты выращиваешь брюку, я не знаю, или спаржу. Вот вместо налогов ты это отдаешь. Это исчезает. Практически исчезает бартер. Потому что, ну, слушайте, мы об этом не говорили. Ну, само собой разумеюще, что большая часть римских торговых операций были бартерные. Я тебе принес сыр, ты мне дал вино. Я тебе овцу, ты мне готовый продукт из мяса. И так далее и тому подобное. Все это начинает исчезать. И торговля монетизируется. То есть, все, да, торговля идет за кэш. Начинается оборот денег. И уже бартерная торговля уходит в совершенно прошлое. Август модернизирует дорожную сеть. Если вы посмотрите на сеть западноевропейских дорог, они действительно все ведут в Рим. Потому что они все в основной своей массе проложены по тем местам, где шли римские дороги. А римская дорога, это, ну, сейчас скажут, что они построили дороги. Ну, какие молодцы. Но это же, конечно, не так. Что такое римская дорога? Это вырывался фундамент. Туда ставились камни. Потом они заливались составом. И эта дорога, это очень быстрая артерия для перемещения войск прежде всего. Одно дело им погрызить, чехать, например, две недели. А другое дело за неделю дойти по дороге, не сбив ноги себе и лошадям. Это очень важно. И вот эта вот дорожная сеть, эти дорожные артерии, это, конечно, тоже заслуга августа во многом. При Ахтавиане возникает его личный фонд денежный и отдельная казна для провинций. Это тоже очень важно, потому что помимо того, что под властью армия, сенат послушен, деньги, ты контролируешь, государственные деньги. У тебя это военный фонд, здесь у тебя личный фонд, здесь у тебя провинциальный фонд. Это все помимо казна, это деньги, которым ты в любой момент можешь оперировать. Подавлять недовольство, если солдатам не заплатили. Что-то построить, дать деньги на зрелище и так далее. Это тоже очень важно. И вот Август, он, конечно, тончайший политик, потому что он все это контролировал. В какой-то момент Август вернулся к восстановлению нравов. Потому что действительно нравы, я вам об этом уже говорил, в поздней республике были нехудышные. Вот эти лукуловые перы, у всех под 10 любовниц, любовников и так далее и тому подобное. И все это ничего хорошего, конечно, не заканчивалось. Из-за этого было много межсемейных скандалов, межклановых скандалов. Ну, помимо того, что в общем в обществе должна быть мораль. И Август принимает несколько законов. Ну, во-первых, все граждане Рима должны были, мужчины до 60, женщины до 50, все должны иметь детей. Если мужчина вступает в связь с замужней женщиной, то двоих их можно было совершенно легко убить. Также, если отец застукает свою дочь любовником, тоже он их двоих мог убить. Это достаточно жестоко каралось. Запрет роскоши. Ну, что, значит, роскошь нельзя запретить, мы все с вами это понимаем. Но, тем не менее, были законы, ограничивающие нарочитую роскошь. Ограничивающие изобильные перы, возведение невероятных особняков. Все это контролировалось. Понятно, что не было специального закона, который величину дома фиксировал. Но, тем не менее, люди же все знают, кто что строит. А строят, прежде всего, аристократия. Естественно, начались доносы, начались написания специальных документов. В общем, Август с этим боролся. Боролся, надо сказать, безуспешно. Потому что мы когда про Тиберию будем говорить, Тиберия тоже такие законы будет принимать. Религия. Важная составляющая. Август себя видел потомком Аполлона. И он поддерживал очень религию. Было восстановление храмов мощное при нем. И он всячески вообще показывал, что религия очень важная скрепа для государства. Он тоже, конечно, в этом абсолютно прав. Ну, естественно, о стройках нельзя не сказать. Форум. Алтарь мира. Мавзолей Августа. Своё место захоронения он при жизни начал готовить. Пантеон. Починка городской канализации, которой Рим 50 лет не мог починить. Общественные термы. Искусственные озера, искусственные каналы в Риме. Отчего потом стало очень много москитов, между прочим. Первая публичная библиотека. И, что, наверное, очень важно, первая пожарная дружина. То есть, если к вам придёт пожарник, вы должны знать, что это человек, рождённый Актавианом Августом. Потому что Рим горел, и, в общем, надо было как за этим следить. А самое главное, бороться с пожарами. И вот при Актавиане Августе были первые казармы. Невероятный взлёт культуры. Вы все знаете слово «меценат». Откуда оно пошло? Меценат богатый римский патриций, соратник Актавиана Августа. Он помогал деньгами поэтам, литераторам, деятелям искусств, художникам, скульпторам. Вот с тех пор человек, который оказывает поддержку искусству, называется меценатом. В связи с этим очень смешно читать, когда, например, какое-то коммерческое мероприятие, и они пишут, что у них не спонсоры, а меценаты. Ну, ребят, это совершенно другое. Какие имена в культуре существовали при Актавиане Августе? Поэты Вергилий и Гораций, которых до Возрождения будут почитать. Для нас с вами что важен? Тит Ливий, историк, который начал писать историю Рима от создания города. Овидий, человек, который тоже творил при Актавиане Августе. Взлет культуры невероятный. Вот тот момент, когда вот римская культура, она начинает доминировать над греческой. Потому что в первое время республики культура была греческая, она была импортирована из Греции. В общем, многие римляне говорили на греческом. Многие римляне, скажем так, из высших слоев общества. Безусловно, в какой-то момент родился культ. Культ это был не постфактум. Культ Августа родился при жизни. Ну, во-первых, я вам уже рассказал, его назвали Августом, то есть божественным. В честь Августа, теперь мы имеем месяц Август. До этого он назывался по-другому в Риме. И в честь него переименовали. Потому что, ну как, сначала хотели назвать именем Августа Сентябрь, когда он первое консульство получил. Но это совпадало с датой Марка Антония. А дата рождения Марка Антония была проклятой. Это был проклятый день. Все дни битв, в которых победу одержал Актавиан Август, были священными праздниками. И вообще ему дарил Сенат, даровал ему титул Сына Бога. То есть, ну выше, наверное, уже нельзя, как вы думаете. Но я вам скажу, что можно. Культ был монета профиля. Больше всего, вот как вы думаете, почему мы знаем много статуй Актавиана Августа, которые дошли до наших дней? Ну, это же математика. Это значит, что столько их было сделано, что со временем только они и остались. Но вот мы знаем, история знает только прижизненных 250 статуй, которые стояли в каждом маломальски важном городе. То есть, культ был, конечно, несомненный. Более того, Актавиан Август запрещал себя изображать стариком. Хотя римское искусство того времени, оно было очень натуралистично. Он везде молодой, красивый. У него 8 кубиков пресса. Вы должны это понимать. Он не старел. Во всяком случае, он так хотел думать. Но, слушайте, был культ, но действительно это была выдающаяся личность. Понятно, что лизоблюдов и придворных всех этих листецов их хватает в любую эпоху. Но такому человеку, что называется, нам не грех было польстить. И когда Актавиан Август умер, я сказал, что дальше вроде некуда. Но дальше есть куда. Когда он умер, Сенат нарек его Богом. И с тех пор каждого нового императора Сенат приветствовал, чтобы вам править счастливее Августа. А уже потом, 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 когда император Троян, вторая великая звезда на римском небосводе появилась, когда Троян умер, Сенат говорил, чтобы вам править счастливее Августа и лучше Трояна. Это была выдающаяся совершенно эпоха. И Август умер. И вот здесь возникает вопрос передачи власти. Проблема передачи власти. Республики больше нет, мы понимаем, что есть император. Потом, впоследствии, по праву рождения будет власть передаваться от отца к сыну. Но сейчас нет такой практики, поэтому император должен назначить себе наследника. И Август надо отдать ему должное, он озаботился этим при жизни. Первым своим наследником он видел Марцелла, своего соратника, одного из своих военачальников. И, в общем, настолько он в нем был уверен, что для того, чтобы пуще прежнего скрепить отношения, собственную любимую дочь Юлию он выдал замуж за Марцеллу. И все Марцеллы видели, конечно, преемника. Но Марцелл умер. Тогда Август обратил свой взор на второго своего соратника, Агриппу, который его спас на Сицилии, который занимался всем строительством, который курировал все нацпроекты, будем говорить. И за Агриппу, поскольку Марцелл умер, дождь же свободный, еще уже он выдал ее замуж за Агриппу. Вот, Юлия стала женой Агриппы. Агриппа, безусловно, наследник Октавиана Августа, все это понимают. Агриппа тоже умирает. И дочь его опять свободна. Дальше внуки, которые тоже начинают умирать. И тогда он смотрит на собственную жену Ливию. Ну, я сейчас понял, что это несколько сумбурно рассказывает, там история гораздо дольше. Но у нее есть жена Ливия, у которой есть двое детей, одного из которых зовут Киберий. Это дети от ее первого брака. А Агриппу их усыновляет. И, собственно говоря, после того, как все его предполагаемые наследники померли, он начал присматриваться к Тиберию. Начал к нему присматриваться еще до смерти своих предполагаемых наследников. Начал его поднимать по политической лестнице. Потом он его понизил. Между ними произошел конфликт. В общем, долго ли, коротко ли, когда и Марцелл, и Агрипп поотошли в лучшие из миров, Август не искал вообще сложных схем. Он опять Юлию выдал замуж за Тиберия, который был ее, по-моему, на 20 лет старше уже к тому моменту. Надо сказать про Юлию. Девушка, она, конечно, несчастная, с одной стороны. С другой стороны, больше распутницы в Риме не было. То есть, оргии на римском форуме. Один постоянный любовник и пять известных только историографии любовников. При всех мужьях. И она еще рожала детей мужьям. Теперь она, по-моему, никого не родила, а прежним рожала. И понятно, что разврат был дикий. Актавиану постоянно сообщали об этом. Ну, это любимая дочь. Ну, что он с ней сделает? Хотя за прелюбодеяние нужно было зашить в мешок и сбросить в Тибор. Но он же не будет этого делать, правда? И в какой-то момент, в общем, вот он ее выдает замуж за Тиберия. Причем Тиберия он разводит с любимой женой ради этого. И они начинают жить вместе. Естественно, любви никакой нет. Тиберия уезжает на Родос. И они живут раздельно. Потому что жена, помимо того, что она ему нелюбимая жена, еще раз стучит Актавиану на него. И вот таким образом все это продолжается. Но в какой-то момент Юлия, видимо, палку уж совершенно перегнула. И вот эта знаменитая, наверное, оргия на римском форуме уже во всех красках была описана Актавиану. Что он вызвал дочь и сказал, значит, слушай, ну это продолжаться больше не может. Вот от имени Тиберия тебе развод. Я его даже спрашивать не буду. Все, вы больше не муж и жена, отправляйся в ссылку. Он и отправил в ссылку. В мешок, конечно, не зашил, в Тибор не сбросил. А Тиберия позвал в Рим и сказал, слушай, ну извини, такой фиаско. Дочь моя, конечно, не лучшая, как я. Не знал этого, но теперь говорю. И Тиберию он приблизил. И вот после смерти Августа Тиберий становится наследником. Тиберий человек интересный, потому что про него много источников. Но вот важный источник – это жизнь 12-ти Цезаря и Светония. Он описан там в конце жизни. Мрачный и депрессивный старикашка, развратник ужасающий, скупердя и так далее и тому подобное. Ну, что можно сказать, я не доктор, да. Но, видимо, у Тиберии была затяжная депрессия. И понятно, почему. Ну, сначала его развели с любимой женой и женили на этой блуднице. Потом выгнали ссылку, приблизили обратно. Он приехал в этот Рим и Тиберий. В общем, он исполнял комедию месяца два, а то и по вам шесть. Когда сенат ему говорил, вступайте в царство, он говорит, я не могу. Власть – это яд. Я не хочу, я не буду этим заниматься. Вряд ли он был честен. Я думаю, что он спектакль исполнял, и многие современники так думают. Ну, во всяком случае, он всем друзьям. Друзьям он сказал, что власть – это волк, которого я держу за уши. Не хотел он править, но в конечном итоге было заседание сената, на котором уже кто-то из сенаторов бросил в лицо. Ну, вы будете управлять или вы что будете делать? И Тиберий смилостивился и сказал, да, я буду императором. Надо сказать, что он сотрудничал с сенатом. Ну, как сотрудничал? Все свои шаги, все свои реформы, все свои указы. Реформы там не было никаких, как таковых. Все свои указы он маскировал под волю сената. И, в общем, с сенатом он выставил неплохие отношения. Но человек, он был подозрительный, желчный. И, судя по всему, многим врагам, на многих врагов он, что называется, заточил. Потому что при нем начались репрессии. Все люди, которые его обижали, были подвергнуты проскрипциям. Ну, не было проскрипционных списков на форуме, как при Сулли. Но, тем не менее, в общем, всем, кому мог, он отомстил. Он впервые начал применять действующий и полузабытый с царских времен закон об оскорблении власти, об оскорблении величия римского народа. И вот эти титулы оскорбителей власти и римского народа стали раздаваться, эти звания. И эти люди стали подвергаться репрессиям. Конечно, не надо говорить о том, что эти репрессии были массовые. Страдали патриции, страдал нобилитет, страдала элита римская. И, конечно, он ее вырезал и отнимал ее состояние и пускал их в государственную казну. Это при Киберии было. Надо сказать, что он действительно был скупердяем. Он закончил прекращение строек за государственный счет и прекращение народных праздников за государственный счет. Все вот эти гладиаторские бои и скачки на колесницах за счет госказны он закончил. Хотите проводить это на свои деньги? Пожалуйста, проводите. Государственные деньги я на это больше не дам. По поводу строительства решения спорное. По поводу праздников, в общем, тоже спорное, как покажет практика. Чем еще он отличился? Изгнание иудеев. Иудейская религия была под запретом. Часть иудеев издана из Рима, какая-то часть продана в рабы. И, в общем, один из первых врагов иудеев – это, конечно, император Тиберии. При Тиберии в Риме порядок, в империи порядок, никаких войн нет. И самое главное, в общем, он этот пиар-слоган вытащил из наследства Августа. Что мое главное достижение – это мир в империи. Мир в империи – это постоянно. При Августе об этом Вергилий и Овидий говорили. И все вообще, все деятели культуры, они вот этот государственный пиар абсолютно четко и очень красиво исполняли. При Тиберии это все продолжилось. И мое главное достижение – это мир, я стою на страже мира. Завещание Августа же было в чем? Ни в коем случае не расширять границы империи. Он понимал, что не справится больше империя с новыми землями. И Тиберий, в общем, этому следовал. Он полностью закончил милитаризацию Рейнской зоны. То есть за Рейн Рим не пошел, но и с другой стороны германские племена он не пускал. Окончательно были подавлены очаги сопротивления в Галлии, если они там еще оставались к тому моменту. Тиберий очень четко следовал наказу Августа вовремя платить жалования, отдавать земли ветеранам и выходное пособие ветеранам. Более того, при нем срок службы в легионах был сокращен. Империя управлялась также, наместники были в каждой провинции, которые были подчинены непосредственно императору. Понятно, что наместники беспредельничали, казнократствовали, творили всевозможный произвол. Но Тиберий, в отличие от Августа, по провинциям не путешествовал. И вот одного из самых успешных, единственного, наверное, наместника римского императора, мы знаем, его звали Понтий Пилат. Он довел, в общем, до того состояния иудеи, и так смотрел на политический и духовный процесс, который там происходил, при нем распяли Христа. И благодаря этому человечество получило одну из главных своих религий. Вот Понтия Пилата мы помним за это. Ну, собственно говоря, если уже дальше говорить о религии, обычай передавать пасхальное яйцо мифологически восходит к встрече Тиберия и Марии Магдалины. Понятно, что мы ничего о ней точно не знаем, но есть такой христианский миф. Тиберий, скорее всего, страдал депрессиями, потому что в какой-то момент он из Рима уехал. Сначала он уехал на виллу под Рим, но произошло восстание Сияна. Сияна – это глава ФСО, то есть глава претарианцев. И началось восстание в Риме. Претарианская гвардия захотела узурпировать власть. Сияна быстро убили, восстание подавили. Но Тиберий, в общем, Риму перестал доверять и уехал на чудесное, на одно из лучших мест на этой грешной земле, на остров Капри. И жил там до конца дней. Надо сказать, что к этому моменту относятся истории про его разврат, про бесконечные оргии на виллах, коих он на Капри отстроил аж 12 штук. На вот эту божественную процедуру, на Капри есть голубой грот, солнце преломляется таким образом, что вода в нем голубая. Вот он спускался через расщелину в скале в этот грот и среди статуй купался в одиночестве в море. Он был очень подозрительным, потому что вот показательный момент такой. Идет пир, и врач, который был на этом пиру, подошел к Тиберию, чтобы попрощаться и поцеловать руку. А Тиберию показалось, что он пульт щупает. И он, Тиберия, склонение, вы, пожалуйста, останьтесь. Останьтесь еще из всех тарелок, попробуйте. И давайте будем сидеть вместе ждать. Ну, он думал, что его отравили и ждут, когда он сдохнет. И, собственно, пир, в общем, закончился, слава тебе Господи, никого не отравили. Второй случай, который тоже описан у Светония. Тиберий сидел на пляже на Капри, и туда никто не мог добраться, потому что с моря не подплывешь, а по кругу стоит притарианская гвардия. И вот Тиберий в уединении созерцает волн. И вдруг выходит рыбак. И говорит, император, здрасте, я вам рыбу принес. Я говорю, а как ты сюда попал? И он у него взял эту рыбу и хвостом начал бить несчастного рыбака по лицу. А рыбак, видимо, был человек с юмором и говорил, спасибо, император, что бьете меня. Господи, слава Богу, что я омара не поймал. И тогда Тиберий сказал, омара поймайте. И сполосовал омаром, колеснями этого омара все лицо несчастному рыбаку. Вот такой показатель. Еще одна история, когда его носилки, его несут на носилках, и носилки цепляются за терновый куст. И он останавливает носилки, начинает лично избивать всю охрану. Почему вы не смотрите, куда вы идете? Что логично. Вот, ну действительно, они же как водители ездили, у этих носилок Конова завез. Но это все смех смехом. Но Тиберий действительно в последние дни устраивал ужасающие вещи у себя. Когда мы говорим о том, что в Риме был террор, да, с восстанием Сияна это связано. Там действительно подвергли смертной казни несколько сотен человек. Собственную невестку после смерти сына он уморил. Всячески над ней издевался, потому что она на одном перу показалась ему грустной. Он к ней подошел и сказал, ну что, Агриппина, ты что грустишь-то типа? Что, править у тебя не получилось? Да, муж у тебя умер, а я живой, да, а ты теперь. И вот он на ней всячески издевался, морил ее голодом и так далее. Собственную мать он ненавидел. Отослал ее, она, в общем, умерла не в заточении, но в изгнании. То есть, ну, в Тиберии мужчина был мрачный. В такой жизни его люди ненавидели. Все желали ему смерти. Умер он своей смертью, надо сказать, на нежно любимом острове Капри. В окружении его стояли несколько человек и обсуждали его смерть. Обсуждали двое юношей. Одного из них звали Макрон, это не тот Макрон. А другого звали Каллигула. И они обсуждали, что вот старик-то умер, а что ж теперь с нами будет? Ну, наверное, Каллигула должен стать следующим императором. На этот момент Тиберий открыл глаза и сказал, вы что обсуждаете? И по легенде они его, ну, не они, а в частности Каллигула подушкой деда и задушил. В Риме после того, как умер Тиберией, был просто народное гуляние. Все кричали, орали просто. Римский плебс орал в Тибор, зашить в мешок старика и в Тибор, уничтожить его. Но они не знали, что дальше за Тиберием, которого они считали чудовищем, придет настоящий монстр. Каллигула, о котором мы с вами поговорим в третьей части. Ведь именно с него, в общем, начинается падение нравов в Риме. И первые вот эти фундаментальные камни в основании империи начинают трещать. Субтитры подогнал «Симон»